Все факты персонажа данной истории вымышлены. Скандал? Нет, это не скандал. Похоже, милашка приходила со своими подругами. Они ее побили. Они ее не били. Побили, дорогой. Мама девочки сказала, что она вся в ссадинах и сидит дома. Не может быть. Кошмар. Она побила ребенка. Слава богу, мне удалось уговорить ее забрать заявление из полиции. Она заберет? Сказала, что да. Я пообещала ей сделать то, что мы должны сделать. Большое спасибо. Похоже, все в сборе. Здесь собрание соседей. Ты осмеливаешься еще шутить после всего, что натворила? А что ее натворила? Альфредо, позвони в бухгалтерию, пусть рассчитают Эсперанцу Мунис. Можно узнать, почему? Конечно. Потому что она уволена. Наталья Урейро и Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идей – Адриан Суар. Автор сериала – Эрнесто Коровский. В ролях Карлос Бирьоса, Клаудия Фонтан, Алехандро Ауада, Марселло Масарельо, Фабиана Гарсия Лаго, Моника Айос, Аделла Глейсер, Далма Милеба, Майк Амигарена, Элиас Виньолас, Грисельда Сицилиани, Николас Дагастина, Дельма Фордин, Карла Петерсон. Композиторы – Алехандро Алем и Алехандро Борисол. Операторы – Пабло Старина и Хорхе Фернандес. Продюсеры – Мариана Петранджли и Росана Монтас. Режиссеры – Даниэль де Филиппа и Родольфо Антунос. Альфредо, ты слышал? Сходи в бухгалтерию, пусть рассчитает Эсперансу Монтас, она больше не работает в этой компании. Могу я узнать, почему? И у тебя, после того, что ты сделала, еще хватает надности спрашивать, почему? А что я сделала? Явилась в школу и избила 14-летнюю девочку. Я никого не трогала. Эсперанса, ради бога. Но я ее не била. Ты что, не понимаешь? В полиции лежит заявление, из-за которого у меня могут отнять детей. Ты уволена. Марти, ну успокойся. Все в порядке, Альфредо. Он прав. Я пришла в школу не помочь Лауре, а устроить там потасовку, чтобы его лишили опекунства. Потому что я плохая. Очень плохая. Успокойся, дорогой. Ты все сделал правильно. Кимберли, дай мне мой термос. Меня тоже уволили? Нет, дай мне термос. Может, ты мне его оставишь, потому что, когда я ем печенье... Дай мне термос. А меня тоже уволили? Тебя никогда не уволят, потому что ты из того же теста, что твой брат и мумия. Успокойся, ты все кипишь и даже думать не можешь. Единственное, о чем я думаю, как уйти из этого гадюшника. Что это за коробка? Я ухожу, Кики, отойди. Почему? Объясни. Потому что ее уволили, Кики. Что это ты еще натворила? Мнение до разговоров. Уйди. Нет. Девочки, пока. Нет, нет. Вот увидишь. Я еще покажу этому Кесаде. Если ты сейчас же не закроешь свой рот, тоже останешься без работы. Да. Как это волнительно, когда тебя увольняют. Меня много раз выгоняли. Подумай хорошенько, Мартин. Может быть, милашка... Так. Слово взял адвокат дьявола. Могу я попросить вас обоих? Альфредо, я не хочу больше слышать о милашке. Это возможно? Возможно ли? А как быть с Кимберли и Кики, госпожа Тэтчер? Тоже отправим их на плаху? Альфредо не надо. Он назвал меня госпожой Тэтчер. Сделай что-нибудь. Констанца, подожди. Я говорил что-нибудь о Кике? Нет. О Кимберли? Нет. Теперь вы можете выслушать меня, чтоб я больше не слышал ни слова о милашке. Мартин, сеньор Канталако ждет тебя. Пусть подождет. Пусть пройдет. Мартин, один вопрос. Альфредо, на сегодня вопросов уже... Хватит. Хотя бы на сегодня, Альфредо, приятель. Приятель. Оставь нас. Конечно, дорогой. Иди. Успокойся. Да, да. Ты должен успокоиться. Иди. Добрый день. Добрый день. Позвольте пойти. Да, пожалуйста. Закрыть. Канталако. Добрый день. Закройте, приятно познакомиться. Мне тоже. Очень рад встрече. Взаимно. Шампанжка! Не попади в роговицу или зрительный нерв. Что это вы тут отмечаете? И ты еще спрашиваешь? Как ты отделала милашку? Ты ее просто утопила. У тебя дар совершать плохие поступки. Я восхищен. Я ничего и не сделала. Она сама пошла ко дну. А ты бросила ей камень вместо спасательного круга. Можно на ты? Да, конечно. Присаживайся. Давай, давай, садись. Да, извини. Конечно. Ну, я очень рад нашей встрече. Ты в порядке? Минуту. Может принести воды? Да. Если... Не сложно. Просто... Простуда. Да что такое? А теперь финальный аккорд. Украсим торт вишенкой. Перевяжем подарок ленточкой. Бросим оливку в Мартини. Обойдемся без штампов. Объясните, что вы хотите сказать. Хорошо, сейчас. Мы ведем себя как полные придурки. Я хотел поговорить о формальности. О той закорючке, которую должен поставить Мартин. Иначе он ускользнет от тебя. А может, пусть все идет своим чередом? Спокойно. Без спешки. Нет, нет. Судья должен знать о случае в школе. Гениально. Вы ему еще не сказали? Он... Но почему? Я... Но вы должны ему сказать. Я собирался. Совсем потеряли голову, пьянчушки. Давайте выпьем и позвоним ему. За тебя, королева сердец. Нет, нет, нет. Иди ко мне. Нет, я пожалею об этом. Не пожалеешь. Это что такое? Это тебе не соска. Что ты делаешь? А ты... Он же еще ребенок. Но... Милашка, отпусти меня. Что случилось? Мартин мне разрешил. А мне плевать. Он босс у себя в конторе. Но здесь он мне не указ. Что? Ты поссорилась с блондином, да? Замолчи. Но что произошло? Они узнали про то, что случилось в школе. И мне не нужны проблемы. А что было в школе? Проваливай, Хосе. Милашка, я тебя понимаю, но ты не права. Да, Турченко. Извини. Я знаю, что не права. Но мне так плохо. Мартин уволил меня. Да еще унизил на глазах у мумии. Я ненавижу его. Но я... Так вот оно что. Мерседес. Я все выслушала Альфреду и записала. Не знаю, что вы еще хотите. Огромное спасибо за все. Завтра я с вами обязательно свяжусь. Хорошо? Не беспокойтесь. Как все прошло? Отлично. Здорово, я очень рада. Не могу поверить, потрясающе. Я же говорила. И все это благодаря тебе. Неправда. Да, правда. Нет, ты заслужил подобные шансы. Это просто хороший старт на пути к успеху. Я уверена. У меня сейчас сердце выскочит из груди. Оно так бьется. Ты очень взволнован. Как это мило. Жизнь открывается для меня заново. Заново? Нет, только не здесь. Нет. Здесь девочки. Иди, иди, увидимся в буфете. Может, встретимся вечером в баре? Давай, отпразднуем это. Так мы... Хорошо, я так рада. Ну, до вечера. Спасибо. Пока, красавица. Почему ты обратилась за помощью к милашке, вместо того, чтобы прийти ко мне? Это первое, что пришло мне в голову. Вот. Дурное влияние милашки. Дай ей. На планете обезьян слово думать ругательное. Кони, дай ей договорить. Милый, ты думаешь, что вот так прийти и сбить 14-летнюю девочку? Что? Это нормально? Это дикость. Ее надо посадить в зоопарк? Да подожди. Констанца, никто никого не бил. О чем ты говоришь? Но мама Даниэлита рассказала мне все. По телефону. В подробностях? Нет. Мама Даниэлита отличный источник информации. Они обе ведьмы. Я требую уважения. Констанца, ты можешь оставить нас лоурит и на минуту? Конечно, милый. Какой ужас. Расскажи все с самого начала. В общем, хорошо. В школе есть один мальчик, Родриго. Он мне нравится. А Даниэлла все убеждала меня, что он в меня влюблен. И? А я как дура поверила. И когда он собирался меня поцеловать, пошли ребята, сфотографировали нас и начали издеваться. Ты поговорил с милашкой? Поговорил? Это Кабелла Турченко не пускает меня в комнату. Она меня уже достала. Она думает, что она хозяйка милашки. И, похоже, она всю дорогу плачет. А что я могу сделать? Если милашка меня разлюбила, значит все. Что ты говоришь? Что за глупости? Как это разлюбила? Ты сам подумай своими куриными мозгами, дорогой. Именно сейчас ты ей больше всего нужен. Именно сейчас. Сейчас. Ты так думаешь, да? Конечно, дурачок. Именно сейчас. Ну, послушай, мамочка. Сейчас ты примешь душ. Пойдешь к ней. И уболтаешь ее. Ну, ты знаешь как. Ты должна понять, что милашка поступила нехорошо. Но она только помогла мне. Нет, нет. Это очень серьезно. Нельзя бить 14-летнюю девочку. Что? Взрослые не имеют права так поступать. Но, Мартин, никто никого не бил. Я же была там, и клянусь, что милашка только сказала ей, что если она будет меня доставать, она побреет ее наголо. Это уже угроза. Да, но... Лаура, угрожать недопустимо. Так нельзя. Мартин, ты уволил милашку? Что? Ты ее из-за этого уволил? Да. И решение уже принято, так что не надо вопросов. С нами ты тоже так поступишь, когда тебе это надоест? Что ты сказал? Что с нами ты поступишь точно так же? Повтори еще раз, что ты сказал. Ты слышал. Ты думаешь, что можешь говорить мне такое? Ты так считаешь? Вопрос с милашкой закрыт. А ты хорошенько подумай над своими словами. Я согласен. Ну, в смысле, что надо ее уболтать. Но зачем принимать душ? Кики, да я отсюда чувствую, как воняют твои подмышки. Ты уже пять дней не менял нижнее белье. Иди мыться. Или я оболью тебя из шланга во дворе. Иди сейчас же. Так пахнут настоящие мачо. Да, конечно. Да и зима на носу. Ну вот, милый. Ты увидел, какими бывают дети в этом возрасте. Злыми, агрессивными. Увидел. О чем ты говоришь, Констанца? Так жестоко поступить с 14-летней девочкой. Что это? Отнесись к этому с юмором. Да какой уж тот юмор? Лаури очень плохо. И для этого есть повод. Ты не понимаешь? Ну да, вот и я говорю. Как можно было ее так унижать? Вот именно. Она такая милая. Да, очень милая. Вот и я говорю. Я переведу их в другую школу. Как только смогу. Нет. Да. Нет. Почему? Потому. Какой пример ты подаешь детям? Надо противостоять трудностям, дорогой. Но ее там изводят. Как ей противостоять? Что ж, пусть сдается при первой же неудаче. Отлично. Я не могу видеть, как они страдают. Слушай, а почему бы нам не отправить детей за город? К папе, например. Послушай. Там тоже есть школы. Послушай меня. Если ты еще раз заговоришь о том, чтобы разлучить меня с детьми, мы с тобой расстанемся. Нет. Нет, нет, я... Поняла? Да, да, я поняла, 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 дорогой. Нет, нет. Прости меня. Только не сердись. Не сердись. Прости меня. Алло. Школа Святого Майкла? Здравствуйте, это Констанция Инсуа. Да, милочка, добрый день. Найди мне телефон этой девочки, Даниэлы. Не помню фамилии. Добрый день. Я по поводу работы от Кимберли. Малышка, выходи за меня. Я замуж. Пусть дадут расчет Эсперан Симониас. Она уволена. Мартин. Мартин. Нет, это не Мартин. Но можно я все-таки войду? Ты сказала Мартин. Да, не знаю, почему у меня вырвалось это имя. Ты в порядке? Да. Не плачь. Смотри, кто пришел. Это мне. Какая красивая. Спасибо. Как ее зовут? Назови сама. Спасибо. Очень красивая. У меня еще не было такой куколки. Это ты красивая. Что с тобой? Я попрошу жирафа, чтобы он тебя простил. Нет, нет. Пусть все останется так, как есть. Так будет лучше. Я знаю, о чем ты беспокоишься. О деньгах. Но я буду работать. Вот и видишь. Этого нам не хватит. А если понадобится, буду работать с утра до ночи. Да я горы сверну. Хочу, чтобы ты была счастлива. Хочу, чтобы ты вернулась в бокс. Бокс делает тебя счастливой. Помнишь, что я пообещал тебе после твоей первой победы? Да, что отвезешь меня в Лас-Вегас на чемпионат мира. Ну вот. Увидишь, мы сделаем это. Спасибо. Я люблю тебя. От твоих слов мне сразу стало лучше. Мама сварила макароны. Пойдем, поедим. Нет, я не голодная. А ты иди. Ну ты же ничего не ела. Я не хочу. Тогда я пойду. А ты закрой кран и не реви. Не буду. До завтра. А куда мы пойдем ужинать? Это сюрприз. Тебе там понравится. Это идеальное место. Оно как будто создано для тебя. Фернандо, ты такой милый, такой нежный, такой сладкий. Если я такой сладкий, может, съешь меня? Чего ты ждешь? Глупый, что ты говоришь? Получи, что ты здесь делаешь? То же, что и вы. Смотрю, как мою девушку уводит какое-то ничтожество. Ты ошибаешься. Мерседес была и будет моей. Вот почему она называла ваше имя, когда мы занимались любовью. Как это вульгарно. Наши с ней отношения выше простого физического влечения. Отпусти. Проваливай. Не беспокойся, я в тебе нашел все, что искал в женщине своей мечты. Правда? Уже давно. Да. А это не Урибы? Альфреда Урибы? Да. А с ним по-лучшу. Они что, с ума посходили? Не будем обращать на них внимания. Да они поубивают друг друга. Мне совершенно все равно. Главное, это мы. Только ты и я. Пойдем, выйдем. Проваливай! Росита, я не буду завтракать, буду ждать детей в машине. Мне надо подписать кое-какие документы. Росита, я в чем-то провинился? Почему вы спрашиваете? Ты со мной не поздоровалась. Вы теперь меня тоже уволите? Так, Эсперанца поступила очень нехорошо. Конечно, конечно. Простите, я забыла, что вы-то у нас совсем безгрешны. Нет, послушаю. А вы помните, как вы разбили машину отца в дребезге? Помните? А это при чем здесь? А помните, как подделывали оценки? Когда получали двойки? Помните? А откуда ты знаешь? Просто я очень взрослая. Не старая, а взрослая. И я совсем не дура. Ради бога. Ради бога. Вы так много потеряли в жизни. Но так и не научились ценить то, что имеете. Поверьте мне. Я ценю то, что имею. Думаешь? Роса. Ты не должен упустить милашку. Роса, нет, нет. Она же чудо. Поговорим позже, ладно? Привет, Лаура. Доброе утро. Садитесь за стол, я принесу завтрак. Ладно. Хосе, можно с тобой поговорить? Да. О том, что ты сказала мне вчера. Доброе утро, дорогая. Привет, Низ. Хочешь чаю? Давай. Выпей моте, горячий, как ты любишь. Ну, давай. Спасибо. Как это вкусно. Да, похоже, вчера был трудный день. А я тебя предупреждала, милашка. Но ты не захотела меня послушать, детка. Ты не прислушалась к моему совету. Все эти сказки про принцев ничем хорошим не заканчиваются. Что с меня взять? Я упряма, как ослица. Да, но все это уже позади. Все закончилось. Открываем новую страницу. Надо подумать о будущем. Ты продолжишь занятие боксом. О Кике о тебе позаботится. Я сама могу о себе позаботиться. Я прошу у тебя прощения. Да? За то, что был груб с тобой. Но ведь, милашка... Нет, нет, я хочу обсудить вчерашнее. Ты не просто рассердил меня. Ты сделал мне больно. Не поступай так больше. Пожалуйста, извини. Хорошо. И все-таки... Милашка, я не буду обсуждать с тобой этого. Иди завтракать. Привет. Привет. Привет, дорогой. Как ты? Все хорошо. Завтракала? Нет. Я не буду завтракать. У меня для вас сюрприз. Я с тобой не посоветовалась, но думаю, так будет лучше для всех. Минутку. Прошу вас. Проходите, пожалуйста. Проходите. Доброе утро. Можно? Кто к нам пожаловал? Змеиное семейство. Хосе. Отлично. Пожалуйста, перестань. Лаура. Даниэла хочет тебе что-то сказать. Не будь такой упрямой. Кики тебя обожает, милашка. И я тоже. Я очень тебя люблю, милашка. Ведь ты же и мы. Одна семья. Моя дорогая. Ну вот, может, когда захочет. Вот как тебя приперло. Постой, Турченко, нужно поговорить. Я бегу на кастинг, уже опаздываю. Кастинг? Как здорово. Для телешоу? Какой-то фильм. Больше я ничего не знаю. Хочешь, я пойду с тобой? Давай. Только переоденусь. Сразу видно, что вы довольны. Распелись тут. Не буду отрицать. Теперь все в порядке. Милашка снова с нами. У нас все отлично. Все хорошо. Вам доставляют удовольствие чужие страдания. Не болтай глупости, Турченко. Ты прекрасно знаешь, что этот тип не для нее. И работа эта не для нее. А ваш сын для нее? Как он будет обращаться с милашкой дальше? Что он может ей дать? Он же лодырь, каких мало. К твоему сведению, Кики работает, понятно? Он вкалывает, и у милашки будет все, как у людей. И чтоб я больше не видела, что ты нашептываешь милашке всякие гадости о Кике. Иначе я тебе глаза выцарапаю, понятно? Дай мне спокойно допить, мате. Извините, вы, сеньора... Я Макарена, мама Даниэла. Очень приятно. Мне тоже. Иди сюда, Даниэла. Что ты хотела сказать Лауре? Ты уже достаточно наговорила. Лаура, Лаура. Что? Раз они сами приехали к нам, мы должны их выслушать. Ну, конечно, мы тебя слушаем. И поляй. Хосе, приведи свою сестру. Не вздумай, иди. Лаура, ну, я... Я хотела извиниться, мы не хотели тебя обидеть. Так я и думала. Нет, серьезно, мы не думали, что ты так все воспримешь. И пошлешь на разборки хулиганку. Кони, перестань. Извини, но это было некрасиво. Я тебе не верю. Ты стройишь из себя, пай девочку, но с тех пор, как я хожу в эту школу, ты отравляешь мне жизнь. И ты врунь, я. Милашка тебя не трогала. Да? Показать синяки? Какие еще синяки? Нет, нет. Лаура, пожалуйста, ради бога. Ты в порядке? Да. Сеньора, извините. Я провожу вас. Да, Кони, проводи. Нет. До свидания, спасибо, что приехали. Извините. Послушай меня внимательно. Ты понимаешь, что эта женщина только что забрала из полиции заявление на милашку? Понимаешь это? Мартин, до каких пор эта мумия будет манипулировать тобой? Лаура. 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 Ты что, спятил? Здесь тебе не Формула-1. Ты попал. Успокойтесь. В чем дело? Стой спокойно. Мы хотим рассказать тебе одну сказку. Я слушаю. Жил был один парень, симпатичный и неглупый вроде тебя, и он привык добиваться цели любой ценой. Да. Хочешь услышать продолжение? Конечно. Этот парень пролез в одну фирму и соблазнил секретаршу президента. Так. Да. А потом с ее помощью доводил до президента свои идеи. Хочешь знать, что было дальше? А как сказка заканчивается? А здесь два варианта. Счастливый и печальный. В печальном верные президенту акционеры схватили парня и бросили его под колеса поезда, где он и подох. А в счастливом паренек перед смертью отдает этим двум ребятам 30% и, возможно, он выживет. Но в обоих вариантах он теряет Мерседес. И какова мораль? Не знаю, правильно ли я понял. Ну-ка, мир бизнеса очень жесток. Это точно. И есть люди, с которыми нужно делиться. Верно. Но главное, нужно уметь отличать таких людей от пары олухов, которые хотят на тебя надавить. Я думаю так. С вашего позволения, господа, у меня много дел. Он что, назвал нас олухами? Ничего себе, смелый парень. Да уж. Подожди, расскажи, куда вы пошли из ресторана? Ты пригласила его к себе? Он зашел к тебе? Нет, я спросила, хочешь подняться выпить кофе? Ну, мы заходим в лифт. Выходим, я начинаю готовить кофе, чтобы все не выглядело таким очевидным. Потом включаю кофеварку, а он хватает меня сзади. Какой прыткий. Да уж, прыткий. Но он хватает меня, спускает бретельки и начинает целовать вот сюда, сюда. Ты что? Ты не хочешь услышать от меня подробности? Нет, нет, расскажи все. Ты же не утаишь от меня самое интересное. Я хочу узнать все до мельчайших подробностей. Просто я не помню, потому что вошла в какой-то транс. А сегодня проснулась с улыбкой души, и она не сходит у меня до сих пор. Мерседес, дорогая, я уже полчаса ищу тебя. Продолжай, как будто его здесь нет. Кофе с рогаликами, молока? Нет, я уже... Убирайтесь отсюда! Не повышайте на меня голос, я дружу с секретаршей в профсоюзе. Могу устроить такую веселую жизнь. Рассказывай, рассказывай. Ты мне понадобишься по делу. Пойдем. Я с вами больше не разговариваю. А если хотите меня уволить, пожалуйста. Кажется, сейчас модно выставлять на улицу свободу мыслящих людей. Ты моя секретарша, ты нужна мне. Понятно? Если вам что-то нужно, попросите Дебби. Я лично ее обучала. Откройте, а то у меня руки заняты. А кто вкладывает бабки в этот фильм? Какой-то безумец. На независимом кино не заработаешь ни гроша. А про что фильм? Про футбол? Обожаю футболистов. Ты в этом ни капельки не смыслишь. Лучше расскажи, что тебе говорила Ниегос. Я тебе уже рассказала. Чтобы я не волновалась, что Кики будет работать за двоих. А ты поверила. Турчанка. Кики правда меня любит. По-настоящему. Он готов на любые жертвы ради меня. И я ему нужна. Но, Турчанка, история с Мартином была чудесной. Но теперь все кончено. Я так больше не могу. Это был прекрасный сон. Но настал момент проснуться. Я лучше промолчу. Да уж, пожалуйста. Ладно, начнем. Конечно. Приветик. Приветик. Я подожду на улице. Нет, нет, Настазия. Как тебя зовут? Скажи-ка. Скажи ему, как тебя зовут? Эсперанса Мунис. Эсперанса Мунис? Да. Но все называют ее Милашка. Но она не актриса, а боксер. Боксер? У нее такой удар. Как интересно. Ты что, черепашка-ниндзя? Классно. Черепашка-ниндзя. Заходите вдвоем и начнем пробы. Вдвоем? Да, вдвоем. Нет. Останься. Давай, давай. Да нет же. Не бойся, тебе понравится. К тому же в тебе что-то есть. Правда? Ну, пошли. Пошли. Какие хорошие духи у твоей подруги. Какая у нее идиотская рожа. Надо разместить ее в интернете, чтобы все полюбовались. Ну-ка дайте пройти, какая классная фотка. Ты что? Фотка просто супер. Да кто ты такой? Я Хосе. Друзья называют меня Хосе Си. Ты я брат Лауры. Слышал? Кого? На этой дуре. Точно, на этой дуре. Отдай фотоаппарат, или я позову директора. Отдай. Директор, на помощь. Фотоаппарат, отдать его? Что ты делаешь? Хочешь фотоаппарат? Сейчас тебе дам фотоаппарат. Вот тебе фотоаппарат. На. Козел. Извините, что не постучал. Так? Значит. Нет, нет, не надо наливать. Я и не собирался. Отлично. Просто... Да? Я ведь не прислуга. Да, хорошо. Поговорим о милашке, то есть... Ну... Выбросьте ее из головы. Может, вы и много для нее сделали, но вы ведь не просто так ее уволили. Нет, я ее уволил из-за истории в школе. Ну, это другое дело. Со школы нет вопросов. Вечно она лезет, куда не надо. Но она защищала вашу дочь. И все потому, что у нее золотое сердце. У тебя что-то еще, Феретти? Да, еще хочу сказать. Говори. Если бы я собрал всех ребят, чтобы поднять шум из-за увольнения нашей сослуживицы-милашки, потому что теперь я должен содержать ее, свою маму, куклу. Да ты просто герой. Может, теперь уйдешь? Можно на ты? Нет. Хорошо. Но... Ступай, Феретти. А как же билеты? Обсудишь это с Альфредо. Я, да. Да здравствует президент Перрон! Да, Мерседес. Соединяй. Мисс Кларк? Что случилось с Хосе? Выезжаю. Невероятно. Думаешь, у меня получилось? Ну, а то режиссер все время говорил. Улыбочку? Печаль? Гнев? Конечно. Я подражала одной известной фотомодели. Вряд ли это твое призвание. Ты рождена для Ринга, но не теряй надежду. Мир кино не для меня. Точно. Поздравляю, ты прошла. Получилось. Я сделала это. Спасибо. Никогда не забуду этот момент. Спасибо. Никогда не забуду. Извини, я говорил не про тебя, а про нее, милашка. Да? Что? Ты прошла. Не может быть. Это какая-то ошибка. Она потрясающе смотрится в кадре. Но ведь она... Нет. Режиссер Марселла Латома хочет отдать ей главную роль. Не важно, что она не актриса. Это невозможно. Она не актриса. Она боксер. Послушай, мне все равно. Это не я решаю. Но, по-моему, она просто супер. Мне так кажется. Ну, посмотри на нее. Она просто пришла со мной за компанией. Она не актриса. Подумайте хорошенько. Это не мое дело. Я только помощник режиссера. Этого не может быть. Бред какой-то. Просто бред. Это авторское кино. Да? Это не серьезно. Турчанка, Турчанка! О, нет. Милашка, милашка, милашка. Поговори пять минут. Самим. К тому же здесь платят хорошие деньги. Ладно, пять минут. Время – деньги. Сам! Что с вами происходит? Почему вы все решаете кулаками? Ты нас не слушаешь. Теперь выходит, что я вас не слушаю. Дай, кричишь! Нет, Коки. Просто все эти ежедневные звонки из школы по поводу ваших драк. А кричу я, потому что зоу. Дело не в этом, Мартин. Пойми, что эта школа не для нас. Всем на нас наплевать. Можно уладить все по-другому, Хоса? Я поговорю с учительницей. Нет вот этого? Не надо. Мы хотим уйти. Из этой школы. Но это лучшая школа Буэнос-Айреса. Буэнос-Айреса, страны, мира, чего угодно, Мартин. Но нам здесь плохо. Нам здесь не нравится. Лаура? Если захочешь перевести нас в другую школу, я не буду против. Ну, хорошо, я переведу вас в другую школу. Ура! Мартин? Что? Хочу тебя попросить еще кое-чем. О чем, малышка? Ты можешь простить, милашка? Пожалуйста. Да? Чего тебе, предательница? Ну, Мишель Пфайфер, что надулась? Моя лучшая подруга украла у меня роль. Я не виновата, что Марчо выбрал меня. Что еще за Марчо? Марчо! Марчо! Марсел Латома, режиссер. Могу познакомить. Да я скорее пулю пущу себе в лоб. Я не хочу ссориться с тобой за шансы попасть в Голливуд. Я всю жизнь ждала этого шанса, а ты увела его у меня из-под носа. Но я не сказала, что буду играть. Ты отказалась? Я сказала, что если фильм высокохудожественный, то я подумаю. У меня нет слов. Я трачу кучу денег на шмотки, на съемки, на курсы театрального мастерства, и все это зря. Приходит такая очаровашка, и все достается ей. А как же я? Что во мне не так? Что? Может мне сделать такую же прическу, нарисовать здесь мушку, посексуальнее, затянуть талию. И все, готово. Весь мир у моих ног. Да? Зачем мне затягиваться? Талия у меня и так тонкая. Что? Мне же не на что покупать себе еду. Надо еще и смеяться. Нет. Очень смешно. Турчанка больше знать не знает, милашку. Ну, Турчанка, все. Ну, Голливуд, держись. Мерседес, доброе утро. Добрый день, сеньор Перес Гарменди. Я пришел с миром, Мерседес. Пришел... Послушай, Фалучи, мне наплевать, даже если ты придешь в шотландской юбке и с волынкой. Но раз уж ты здесь, хочу прояснить пару моментов. Во-первых, то, что мы провели вместе одну, две, три, десять ночей, не дает тебе никакого права думать, что я твоя собственность. Я свободна и независима, и я имею полное право встречаться с кем хочу. В данном случае с Фернандо. Это мое дело, ясно? Ясно, ты чем-то огорчена. Я не огорчена, но знаешь, в чем дело? Вы меня достали, и ты, и этот, как его... Альфредо. Альфредо, отлично. Об этом я и хотел поговорить. Как же здорово быть секретаршей Альфредо. В первый же день он отпускает меня на неделю. Он самый лучший начальник на свете. Он уникальный. Уникальный и самый классный. Конту, сегодня ты прекрасно выглядишь, а то у тебя лоб всегда нахмурен. Вот здесь складка. А здесь морщины. Да. Конту, ходят слухи, что ты переспала с командиром молнии, да? Положи конец этим слухам, потому что командир молнии уже в прошлом. Хорошо. Мы помирились с Мартином. Ну, естественно. Это еще почему? Ну, теперь милашка ушла с твоего пути. Ты что, совсем дура? Конту, не оторви мне накладные волосы. Как можно быть такой тупой? Заткнись. Хорошо. Заруби себя на носу. Это милашка для меня пустое место. Она мне не соперница. Поняла? Ладно. И пора тебе уже разговаривать со мной, как с будущей женой Мартины Кесады. Потому что я не остановлюсь, пока не дойду до алтаря. И чтобы я больше не слышала об этой милашке и ее шайке. Хорошо. А то не будешь подружкой невесты. Нет, нет, я подружка невесты. Подружка невесты на свадьбе. Повторяй за мной. Милашка в прошлом. Милашка. Давай, почистим, а то я не запомню. Милашки больше нет. Не хочу тебя слушать. Не хочу ничего слышать. У меня появились важные сведения. Просто для меня это важно. Я тут подсуетился, и мне удалось узнать у одного, у другого. Ну ладно, ладно. Если не хочешь... Я так и понял, что ты не хочешь меня слушать. Тогда прочти вот это. Что мне прочесть? Взгляни сюда хотя бы. Не, не, интересно, а что это? Я объясню тебе, что это. Это список акционеров. Где твой дружок Фернандо Бивилакуа? Лакуа? Не помню, как его. Точно, Канталакуа. Его нет в списке ассоциаций, в которой он якобы работает. У него нет счета в банке, его нет в телефонном справочнике. У него нет удостоверения личности, его организации нет даже в списке производителей кукол для чревовещателей. К чему ты клонишь, интересно? Сейчас объясню. Или ты встречаешься с призраком, или этот тип что-то скрывает, что очень подозрительно. Проветрила, легкие. Иду, турчанка. Мартин. Что вы здесь делаете? Что-то здесь забыли? Нет, я пришел поговорить с тобой. Дети попросили меня простить тебя. Вы пришли, потому что вас дети попросили? Нет, нет. Да, дети попросили, но я понял, что это я должен просить у тебя прощения. А что еще вы поняли? Ну, ты была права, эта школа не для них, так что в том, что случилось, есть и моя вина. Я против насилия, но я понимаю, что ты хотела помочь Лауре. Это я понимаю. Учтите, я не бил эту девчонку. Я понял. Хорошо. И еще ты можешь вернуться на работу. Ни за что. Что за упрямство? Это не упрямство. Мне больше не нужна эта работа. Да? Да. А чем ты будешь заниматься? Боксом? Нет. Я стану звездой независимого кино. Что за упрямство? Догон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова